Коля, скажи, пожалуйста, а что ты думаешь по поводу горячих процедур? Они эффективны, вообще сталкивались ли ты с ними? Какое у тебя мнение, впечатление? Что ты имеешь в виду горячими процедурами. А если брать наш любимый БТХ? Ты понимаешь, его уже изобрели в том плане, что после кератина волосы не такие эластичные, не такие мягкие, поэтому изобрели БТХ, но я вообще против мне как бы воздействие всяких процедур на волосы, которые из меня, вот я против, допустим, даже вот из горячих процедур в салоне мне нравится, когда ты делаешь маску виновати с горячим полотенцем. Да, шикарный эффект. Это очень быстро и эффект видит и гость, и ты, и волосы тебе благодарны, и клиент благодарен. И потом, ну, чтобы человека заинтересовать, то есть первое, вот чем мы можем воспользоваться, это как бы вот этой, вот эта единственная горячая процедура, которую я делаю. Вот. По поводу того восстановления, которое сейчас на рынке, да, его много, но они какие-то все, ну, во-первых, они от дешевых до дорогих, разбег большой по ценам. Эффект не, ну, ожидаемый эффект не тот, о котором они говорят, как обычно. Ну, а составы, я вообще молчу про составы, потому что, ну, то есть опять возвращаясь к нам, все-таки виновати сошел в золотую середину. И очень плохо, что наши гости не всегда понимают, о чем мы им говорим, когда предлагаем этот продукт. То есть они хотят сразу, хотят быстро, да, но они не понимают, почему надо делать два-три раза. Вот у них, как говорится, вот это ламинирование или кератин, он же сразу сделал, и все. Да, эффект визуала, который есть, и это вообще... Поэтому, ну, сейчас стараешься из-за того, что на рынке появилось много, как говорится, конкурирующего, всякого разного интересного для гостей, как говорится, предложений разных, поэтому приходится уже отстаивать себя. Да. То есть, поэтому, если процедура восстанавливающая, то, естественно, это виноват. Музыка 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 Музыка